Сегодня в рамках Кубка России по хоккею с мячом Саяны Хакасии провели первую игру с кемеровским Кузбассом. Счет встречи 7-4 в пользу кемеровчан. И к другим видам спорта. В Абакане отремонтировали два теннисных порта, а в вершине Тёи построят олимпийскую деревню для лыжников. Об этом, а также о союзе юной наездницы и олигархии смотрите далее. Теннисная площадка Во всяком случае, новое покрытие это позволяет. Ольга Чупина. Самый молодой участник соревнований по конному троеборью. Турнир памяти Мальчевского стартовал в Абакане во вторник и продлится до пятницы. 13-летняя девушка из Абакана наравне со взрослыми спортсменками борется за звание лучшей. Сама Ольга иллюзий не питает и свои силы на этих соревнованиях оценивает трезво. Сейчас для меня проехать это важнее, посмотреть на свои оценки, на свой результат, как получится, посмотреть, что умеет делать лошадь кобыла, как она подо мной бегает. Лошадь с необычным именем олигархия досталась Ольге по наследству. Раньше на кобыле выступала мама юной спортсменки. В своей возрастной группе Ольга должна показать отличный результат, так ее шансы оценивают эксперты. Всего в турнире принимает участие 70 человек из шести зауральских регионов. Для Сибирского федерального округа это самые крутые соревнования. То есть мы разыгрываем кубок Сибирского федерального округа. Это самые большие соревнования. То есть в большую Россию нам здесь никто не позволит, Москва сюда не поедет. В пятницу для зрителей начнется самая зрелищная часть турнира памяти Мальчевского. Участницы будут соревноваться в конкуре. Это когда наездник и лошадь преодолевают препятствия. А пока идет так называемая выездка. Спорт, понятный больше профессионалам, но и любители находят в нем массу интересного. Я учусь вообще на ветеринара. И пришла посмотреть именно на лошадей, на породы лошадей. Мне это интересно. И увидела, что они очень красивые. За последние три года конный спорт в Хакасии заметно вырос. Только в Абаканской школе занимается сотня ребятишек. А в ближайшем будущем республиканские спортчиновники обещают возобновить строительство крытого ипподрома. Строительство другого спортивного объекта, Центра олимпийской подготовки для лыжников, уже началось. Сегодня в поселке Вершина Тёи заложили первый символический камень. Подготовка к этому событию велась почти год. В Хакасию даже приезжала Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России. Тогда она пообещала посодействовать в получении федеральных денег на стройку. Центр спортивной подготовки обойдется в один миллиард рублей. Лыжный стадион, лыжно-роллерные трассы, трибуны, лыжи для прессы, восстановительные центры и все такое, которое необходимо для проведения лыжных соревнований на уровне международных. Редактор субтитров А.Семкин